Произвели зрительский фурор, нам кричали «Браво!», нас полюбили, обнимали, целовали, и мы стали там обожаемыми людьми в Марокко. Что касается реакции зрителей, что самое главное, то всем понравилось, в местах, где нужно смеяться, все смеялись. То есть, ну, главное, чтобы зрителю понравилось. Мне кажется, это нам удалось. Пермская труппа представила на фестивале древнегреческую комедию «Лесестрата». В ней молодые актеры затронули проблему войны и мира, столь актуальную для арабских стран. Участники из государства Ближнего Востока и Северной Африки и сами поставили пьесы на тему восстаний и революций. Творческие коллективы на этот фестиваль делегировали 12 стран. Гран-при получили актеры из Китая. Важность и ценность этих фестивалей в том, чтобы, не зная языка, ты понял, что происходило на сцене. И это как раз критерий того, насколько качественно сделан спектакль, насколько он действительно проработан с точки зрения режиссера, и актеры насколько поработали, чтобы донести всю информацию. Приз зрительских симпатий – еще одно достижение пермяков. Однако высокая оценка на международном фестивале – не повод для отдыха, считает режиссер театра Виктор Наймушин. Уже сейчас полным ходом идут репетиции нового спектакля «Авеньонские девушки». Это постановка о жизни Пабло Пикассо и о его взаимоотношениях с женщинами. Действие происходит в начале 20 века, когда на смену классическому искусству приходит модернизм, а у людей кардинально меняется мировоззрение. То же самое происходит у нас сейчас. И для нас, и для меня лично, очень важно понять, что же это такое, что же это такое новое искусство, которое приходит, которое еще неосознанно, потому что оно только потом осмысливается. Но оно уже пришло. И мы уже начали работать в этюдах и движениях, разбираться, что такое желтый, зеленый, лазурный цвет, что такое цветовая гамма в нас внутри. Премьера спектакля состоится в апреле будущего года на Международном фестивале «Фиеста», который традиционно проходит в Пермском госуниверситете. Александра Михеева, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.